МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационное агентство «Высота-102» коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Операция «Путина» в разгаре. Полиция нацелена на браконьеров и продавцов незаконно добытой рыбы. В истории с вырубкой деревьев на Сарпинском всплыли сомнительные договора купли-продажи леса. Врачи железнодорожной больницы на личном примере показали пациентам, что зарядка лучше затяжки сигаретой. Под мусорным деревом желаний жители грезят о пробуждении регионального оператора сферы ТКО. Сомнительная достопримечательность появилась на улице Абганеровской в Кировском районе Волгограда. Теперь здесь есть мусорное дерево желаний. А желание у местных жителей одно, чтобы региональный оператор сферы ТКО перестал пропускать дни вывоза отходов. В соответствии с графиком мусоровозы должны проезжать вдоль улиц частного сектора по средам и субботам. Но, увы. Жители Михайловского проезда, расположенного неподалеку, не видели спецтранспорта компании управления отходами Волгоград вообще с 4 мая. Контейнерную площадку по мере сил прибирают неравнодушные пенсионеры. То сороки, то вороны, во-первых, потом кошки дикие и собаки. Они растаскивают, мы опять складываем, опять ждем. Оператор управления отходами, диспетчеру звонила. Значит, вот сегодня я звонила. 9 часов 10 минут, 9 часов 30 минут они мне музыку. Потом 15 рублей сняли и маните. Нету их. Вот они нам квитанции прислали, уже не знаем, что делать. Пока вот думаем, что, когда платить или не платить, или что. Что нам ждать-то, я не знаю. Местные жители пытались искать помощи и в региональном комитете ЖКХ, однако понимания не нашли. Сегодня после визита съемочной группы высоты 102 в Михайловский проезд прибыл долгожданный мусоровоз. Но почему-то забрал из контейнеров лишь часть отходов. Когда машина приедет за тем, что осталось, и тем, что накопится снова, неизвестно. В скандальной истории с вырубкой деревьев на острове Сарпинский всплыли сомнительные договоры купли-продажи лесных насаждений. Несколько подозрительных документов при проверке выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Договоры давали право на вырубку лесных насаждений на территории острова Сарпинский. То есть, предусмотрена льготная процедура заключения договоров для собственных нужд граждан. Оплата 243 рубля за 7 кубических метров. Гражданин для живых, проживающих в сельской местности, для своих нужд, для отопления дома, для иных бытовых нужд в праве такой договор заключить один раз в год. Этим правом воспользовались недоропорядочные граждане, которые от имени третьих лиц смогли заключить договор с департаментом городского хозяйства на рубку подобных насаждений. Один из таких договоров купли-продажи лесных насаждений уже признан в суде недействительным. Сделка была заключена между департаментом городского хозяйства администрацией Волгограды и ни о чем не подозревавшим жителям Среднеохтубинского района. Вырубка леса на острове Сарпинский давно вызывает вопросы. Когда Высота-102 проводила собственное расследование в муниципальном учреждении Гор и Колес, заявляли, что на острове в санитарных целях вырубается исключительно больной ясень. Между тем, специалисты филиала Федерального учреждения Центра защиты леса отмечали, что вырубки носят масштабный характер, причем уничтожаются в основном здоровые деревья. Работу лесорубов не остановил даже объявленный карантин из-за обнаружения на острове опасного вредителя изумрудной узкотелой Златки. Этот карантин действует и сейчас. Правоохранители Волгоградской области начали на всей территории региона оперативно-профилактическую операцию «Путина». Цель – пресечь незаконный вылов и оборот рыбы и икры. В проведении операции задействованы сотрудники подразделения экономической безопасности и участковые уполномоченные районных отделов внутренних дел. Обследуются водные акватории, прибрежные участки, проверяются места торговли рыбной продукцией. Усилен контроль на дорогах региона. На сегодняшний день законодательством ужесточена ответственность за браконьерский вылов рыбы. Граждане, подозреваемые в приобретении и реализации добытой преступной путем продукции, также подлежат привлечению к уголовной ответственности. В рамках операции «Путина» только на продуктовом рынке в тракторозаводском районе были изъяты и отправлены на экспертизу 400 килограммов продукции. Предприниматели продавали рыбу и икру без маркировки и с различными нарушениями. Своё «нет» курению сегодня сказали врачи и медсёстры отделенческой клинической больницы на станции Волгоград-1 при Волжской железной дороге. Накануне Всемирного дня без табака медики коллективно вышли на энергичную утреннюю зарядку. «Хотелось зарядить бодростью и коллектив. Вы видели, что все были просто счастливы на самом деле так начать рабочий день, потому что утренняя зарядка – это получить заряд бодрости, хорошего настроения, энергии на весь день, надеюсь, на всю неделю». «Когда у сотрудников хорошее настроение, то и это сказывается на отношении к нашим, доброжелательном отношении к нашим пациентам. И это помогает им быстрее выздороветь». Одной зарядкой медики больницы ограничиваться не собираются. Завтра, во Всемирный день без табака, сотрудники планируют провести и другую акцию – выйти на улицы города и предложить курильщикам поменять сигареты на сок.